Рек-сквер представляет Мамины и папины сказки Сергей Тимофеевич Аксаков Аленький цветочек Сказка ключницы Пелагеи В некотором царстве, в некотором государстве Жил-был богатый купец, именитый человек Много у него было всякого богатства Дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных каменьев Золотой и серебряной казны И было у того купца три дочери Все три красавицы писанные, а меньшая лучше всех И любил он дочерей своих Больше всего своего богатства Жемчугов, драгоценных каменьев Золотой и серебряной казны По той причине, что он был вдовец И любить ему было некого Любил он старших дочерей, а меньшую дочь Любил больше, потому что она была собой Лучше всех и к нему ласковее Вот и собирается тот купец по своим торговым делам За море, за тридевять земель, в тридевятое царство В тридесятое государство И говорит он своим любезным дочерям Дочери мои милые, дочери мои хорошие Дочери мои пригожие Еду я по своим купецким делам За тридевять земель В тридевятое царство Тридесятое государство И мало ли, много ли времени проезжу Не ведаю И наказываю я вам Жить без меня честно и смирно И коли вы будете жить без меня честно и смирно То привезу вам такие гостинцы Каких вы сами захотите И даю я вам сроку думать на три дня И тогда вы мне скажете Каких гостинцев вам хочется Думали они три дня и три ночи И пришли к своему родителю И стал он их спрашивать Каких гостинцев желают Старшая дочь поклонилась отцу в ноги Да и говорит ему первое Государь ты мой батюшка родимый Не вози ты мне золотой и серебряной парчи Не мехов черного соболя Не жемчуга бурмитского А привези ты мне золотой венец Из скаменьев самоцветных И чтоб был от них такой свет Как от месяца полного Как от солнца красного И чтоб было от него светло В темную ночь Как среди дня белого Честной купец призадумался И сказал потом Хорошо Дочь моя милая Хорошая и пригожая Привезу я тебе таковой венец Знаю я за морем такого человека Который достанет мне таковой венец А и есть он у одной королевишны заморской А и спрятан он в кладовой каменной А и стоит та кладовая в каменной горе Глубиной на трясажении За тремя дверьми железными За тремя замками немецкими Работа будет немалая Да для моей казны Супротивного нет Поклонилась ему в ноги Дочь средняя И говорит Государь ты мой батюшка родимый Не вози ты мне золотой и серебряной парчи Ни черных мехов соболя сибирского Ни ожерелья жемчуга бурмитского Ни золота венца самоцветного А привези ты мне туалет Из хрусталю восточного Цельного, беспорочного Чтобы глядя в него Видела я всю красоту поднебесную И чтоб смотрясь в него Я не старилась И красота моя девичья Прибавлялась Призадумался честной купец И подумав мало ли много ли времени Говорит ей таковы слова Хорошо, дочь моя милая Хорошая и пригожая Достану я тебе таковой Хрустальный туалет А и есть он у дочери короля Персидского Молодой королевишны Красоты несказанной Неописанной и негаданной И схоронен тот туалет В терему каменном Высоком И стоит он на горе каменной Вершина той горы В триста сожень За семью дверьми железными За семью замками немецкими И ведут к тому терему Ступеней три тысячи И на каждой ступени Стоит по воину персидскому И день и ночь С саблею на голобу латною И ключи от тех дверей железных Носит королевишна на поясе Знаю я за морем Такого человека И достанет он мне Таковой туалет Потяжелее твоя работа Сестрицыной Да для моей казны Супротивного нет Поклонилась в ноги отцу Меньшая дочь И говорит таково слово Государь ты мой Батюшка родимый Не вози ты мне Золотой и серебряной парчи Ни черных соболей сибирских Ни ожерелья бурмитского Ни венца самоцветного Ни туалета хрустального А привези ты мне Аленький цветочек Которого бы краше Не было на белом свете Призадумался честной купец Крепче прежнего Мало ли, много ли Времени он думал Да подлинно сказать не могу Надумавшись Он целует Ласкает Приголубливает Свою меньшую дочь Любимую И говорит таковые слова Ну, задала ты мне работу Потяжелее сестренных Коли знаешь, что искать То как не сыскать А как найти то Чего сам не знаешь Аленький цветочек Не хитро найти Да как же узнать мне Что краше его нет На белом свете Буду стараться А на гостинце не взыщи И отпустил он дочерей своих Хороших Пригожих В ихние терема Девичьи Стал он собираться В путь Водороженьку В дальние края Долго ли, много ли он собирался Я не знаю и не ведаю Скоро сказка сказывается Не скоро дело делается Поехал он в путь Водороженьку Вот ездит честной купец По чужим сторонам заморским По королевствам невиданным Продает он свои товары Втридорого Покупает чужие Втридишево Он меняет товар на товар И того сходней Сопредачей серебра До золота Золотой казной Корабли нагружает Да домой посылает Отыскал он заветный гостиниц Для своей старшей дочери Венец с камнями самоцветными А от них светло в темную ночь Как бы в белый день Отыскал заветный гостиниц И для своей средней дочери Туалет хрустальный А в нем видна вся красота поднебесная И смотрясь в него Девичья красота не стареет А прибавляется Не может он только найти Заветного гостинца Для меньшой Любимой дочери Аленького цветочка Крашек которого Не было бы на белом свете Находил он в осадах Царских, королевских И султановых Много аленьких цветочков Такой красоты Что ни в сказке Сказать не пером написать Да никто ему по руки не дает Что краше того цветка Нет на белом свете Да и сам он того не думает Вот едет он путем дорогою Со своими слугами верными По пескам сыпучим По лесам дремучим И откуда ни возьмись Налетели на него разбойники Басурманские Турецкие Да индейские И увидя беду неминучую Бросает честной купец Свои караваны богатые Со прислугой своей верною И бежит в темные леса Пусть де меня растерзают Звери лютые Чем попасся мне в руки Разбойничьи поганые И доживать свой век В плену во неволе Бродит он по тому лесу дремучему Непроездному Непроходному И что дальше идет То дорога лучше становится Словно деревья перед ним расступаются А часто кусты Раздвигаются Смотрит назад Руки не просунуть Смотрит направо Пни до колоды Зайцу косому не проскочить Смотрит налево А и хуже того Девуется честной купец Думает не придумает Что с ним за чудо совершается А сам все идет да идет У него под ногами Дорога торная Идет он день От утра до вечера Не слышит он реву звериного Ни шипения змеиного Ни крику совиного Ни голоса птичьего Ровно около него Все повымерло Вот пришла И темная ночь Кругом его Хоть глаз выкли А у него под ногами Светлехонько Вот идет он Почитай До полуночи И стал видеть впереди Будто зарево И подумал он Видно лес горит Так зачем же мне туда идти На верную смерть неминучую Поворотил он назад Нельзя идти Направо налево Нельзя идти Сунулся вперед Дорога торная Дай постою на одном месте Может зарево Пойдет в другую сторону Аль прочь от меня Аль потухнет совсем Вот и стал он Дожидается Да не тут-то было Зарево точно к нему Навстречу идет И как будто Около него Светлее становится Думал он Думал И порешил Идти вперед Двух смертей Не бывать А одной Не миновать Перекрестился Купец И пошел Вперед Чем дальше идет Тем светлее Становится И стало Почитай Как белый день А не слышно Шуму и треску Пожарного Выходит он Под конец На поляну Широкую И посереть Той поляны Широкой Стоит Дом Не дом Черток Не черток А дворец Королевский Или царский Весь в огне В серебре И золоте И в каменьях Самоцветных Весь горит И светит Огня Не видать Ровно Солнышко Красное Инда Тяжело На него Глазам Смотреть Все Устанное Устанное Кармазиным Сукном С оперилами Позолоченными Вошел В горницу Нет Никого В другую В третью Нет Никого В пятую Десятую Нет Никого А убранство Везде Царское Неслыханное И невиданное Золото Серебро Хрустали Восточные Кость Слоновая И мамонтовая Девица Честной Купец Такому Богатству Несказанному А вдвое Тому Что Хозяина Нет Не только Хозяина И Прислуги Нет А музыка Играет Несмолкаючий И подумал он В те поры Про себя Все хорошо Да есть Нечего И вырос Перед ним Стол Убранный Разубранный В посуде Золотой Да серебряной Яства Стоят Сахарные И вина Заморские И питья Медвяные Сел он За стол Без сумления Напился Наелся Дос Потому что Не ел Сутки Целые Кушанье Такое Что И сказать Нельзя Того И гляди Что Язык Проглотишь А он По лесам И пескам Ходючи Крепко Проголодался Встал Украшенным Новому Просып Просыпается Купец А солнце Уже Взошло Выше Дерево Стоячего Проснулся Купец А вдруг Опомниться Не может Всю Ночь Видел Он Во сне Дочерей Своих Любезных Хороших И Пригожих И Видел Он Дочерей Своих Старших Старшую Среднюю Что Они Веселые Веселехоньки А печально Одна Дочь Меньшая Любимая Что У старшей Средней Дочери Есть Женихи Богатые И Что Собираются Они Выйти Замуж Не Дождавшись Его Благословения Отцовского Меньшая же Дочь Любимая Красавица Писаная О Женихах И Слышать Не Хочет Покуда Не Воротится Ее Родимый Батюшка И Стало У него На Душе И Радостно И Нерадостно Встал Он Со Кровати Высокой Платье Ему Все Приготовлено И Фонтан Воды Бьет В Чашу Хрустальную Он Одевается Умывается И Уж Новому Чуду Не Девуется Чай И Кофе На Столе Стоят И При Них Закуска Сахарная Помолившись Богу Он Накушался И Стал Опять По Палатам Ходить Чтоб Опять На Них Полюбоватись При Свет Солнышко Красного Все Показалось Ему Лучше Вчерашнего Вот Видит Он В окна Растворенные Что Кругом Дворца Разведены Сады Диковинные Плодовитые И Цветы Цветут Красоты Неописанной Захотелось Ему По тем Садам Прогуляться Сходит Он По другой Лестнице Из Мрамора Зеленого Из Малахита Медного С Перилами Позолоченными Сходит Прямо В Зеленые Сады Гуляет Он И Любуется На Деревьях Висят Плоды Спелые Румяные Сами В рот Так И Просятся Инда Глядя На них Слюнки Текут Цветы Растут Распрекрасные Махровые Пахучие Всякими Красками Расписанные Птицы Летают Невиданные Словно По бархату Зеленому И пунцовому Золотом И серебром Выложенные Песни Поют Райские Фонтаны Воды Бьют Высокие Инда Глядеть На их Вышину Голова Запрокидывается И бегут И шумят Ключи Родниковые По колодам Хрустальным Ходит Честной Купец Дивуется На все Такие Диковинки Глаза У него Разбежались И не знает Он На что Смотреть И кого Слушать Ходил Он Так Много Ли Мало Ли Времени Неведомо Скоро Сказка Сказывается Не скоро Дело Делается И вдруг Видит Он На Пригорочке Зеленом Цветет Цветок Цвету Алого Красоты Невиданной И Неслыханной Что Ни в сказке Сказать Ни пером Написать У честного Купца Дух Занимается Подходит Он Ко Тому Цветку Запах От Цветка По Всему Саду Ровно Струя Бежит Затряслись И руки И ноги У Купца И Возговорил Он Голосом Радостным Вот Аленький Цветочек Какого Нет Краши На Белом Свете О Каком Просила Меня Дочь Меньшая Любимая И Проговорив Таковы Слова Он Подошел И Сорвал Аленький Цветочек В ту же Минуту Безо Всяких Туч Блеснула Молния И Ударил Гром Инда Земля Зашаталася Под Ногами И Вырос Как будто Из земли Перед Купцом Зверь Не Зверь Человек Не Человек А Так Какое Это Чудище Страшное Мохнатое И Заревел Он Голосом Диким Что Ты Сделал Как Ты Посмел Сорвать В моем Саду Мой Заповедный Любимый Цветок Я Хранил Его Пачи Зеницы Ока Моего И Всякий День Утешался На него Глядючи А Ты Лишил Меня Всей Утехи В моей Жизни Я Хозяин Дворца И Сада Я Принял Тебя Как Дорогого Гостя Изванова Накормил Напоил И Спать Уложил А Ты Эдак То Заплатил За Мое Добро Знай Же Свою Участь Горькую Умереть Тебе За Свою Вину Смертью Безвременную И Несчетное Число Голосов Диких Со Всех Сторон Завопило Умереть Тебе Смертью Безвременную У Честного Купца От Страха Зуб На Зуб Не Приходил Он Оглянулся Кругом И Видит Что Со Всех Сторон Из Под Каждого Дерева И Кустика Из Воды Из Земли Лезет К нему Сила Нечистая И Несметная Все Страшилища Безобразные Он Упал На колени Перед Набольшим Хозяином Чудищем Мохнатым И Возговорил Голосом Жалобным Ой Вест Стар Старшей Дочери Самоцветный Венец Средней Дочери Тувалет Хрустальный А Меньшой Дочери Аленький Цветочек Какого Бы Не Было Краша На Белом Свете Старшим Дочерям Гостинице Я Осыскал А Меньшой Дочери Гостинице Богатому Богатому Славному И Могучему Не Будет Жалко Цветочка Аленького О Каком Просила Моя Меньшая Дочь Любимая Каюсь Я В Своей Вине Перед Твоим Величеством Ты Прости Мне Неразумному И Глупому Отпусти Меня К Моим Дочерям Родимым И Подари Мне Цветочек Аленький Для Гостинице Моей Меньшой Любимой Дочери Заплачу Я Тебе Казны Золотой Что Потребуешь Раздался В лесу Хохот Словно Гром Загремел И Возговорил Купцу Зверь Лесной Чудо Морское Не Надо Мне Твоей Золотой Казны Мне Своей Девать Некуда Нет Тебе От И Разорвут Тебя Мои Слуги Верные На Куски На Части Мелкие Есть Одно Для Тебя Спасенье Я Отпущу Тебя Домой Невредимого Награжу Казной Несчетною Подарю Цветочек Аленький Клядашь Ты Мне Слово Честное Купецкое И Запись Своей Руки Что Пришлешь За место Себя Одну Из Дочерей Своих Хороших Пригожих Я Обиды Ей Никакой Не Сделаю А И Будет Она Жить У меня В чести И Приволе Как Сам Ты Жил Во Дворце Моем Стало Скучно Мне Жить Одному И Хочу Я Залучить Себе Товарища Так Слезами Обливался И Возговорил Он Голосом Жалобным Господин Честной Зверь Лесной Чудо Морское А И Как Мне Быть Коли Дочери Мои Хорошие Пригожие По Своей Воле Не Захотят Ехать К Тебе Не Связать Же Мне Руки И Ноги Да Насильно Прислать Да И Каким Путем До Тебя Доехать Я Ехал К Тебе Ровно Два Года А По Каким Местам По Каким Путям Я Не Ведаю Возговорил Купцу Зверь Лесной Чудо Морское Не Хочу Я Невольницы Пусть Приедет Твоя Дочь Сюда По Любви К Тебе Своей Волею И Хотением А Коли Дочери Твои Не Поедут По Своей Воле И Хотению То Сам Приезжай И Велю Я Казнить Тебя Смертью Лютою А Как Приехать Ко Мне Не Твоя Беда Дам Я Тебе Перстень С Руки Моей Кто Наденет Его На Правый Мизинец Тот Очутится Там Где Пожелает Во Единое Око Мгновение Сроку Тебе Даю Дома Пробыть Три Дня И Три Ночи Думал Думал Купец Думу Крепкую И Придумал Так Лучше Мне С дочерьми Повидаться Дать Им Своё Родительское Благословение И Коль Они Избавить Меня От Смерти Не Захотят То Приготовиться К смерти По Долгу Христианскому И Воротиться К лесному Зверю Чуду Морскому Фальши У него На уме Не Было А Потому Он Рассказал Что У него Было На мыслях Зверь Лесной Чудо Морское И Без Того Их Знал Видя Его Правду Он И записи С него Заручной Не Взял А Снял С С С С Золотой Перстень И Подал Его Честному Купцу И Только Честной Купец Успел Надеть Его На Правый Мизинец Как Очутился Он В Воротах Своего Широкого Двора В Ту Пору В Те же Ворота Въезжали Его Караваны Богатые С Прислугою Верною И Привезли Они Казны Товаров Втрое Противу Прежнего Поднялся В доме Шум И Гвалт Повскакали Дочери Запялец Своих А Вышивали Они Серебром И Золотом Ширинки Шелковые Почали Они Отца Целовать Миловать И Разными Ласковыми Именами Называть А Две Старшие Сестры Лебезят Пуще Меньшей Сестры Видят Они Что Отец Как-то Нерадостен И Что Есть У Него На Сердце Печаль Потаенная Стали Старшие Дочери Его Допрашивать Не Потерял Ли Он Своего Богатства Великого Меньшая Жи Дочь О Богатстве Не Думает И Говорит Она Своему Родителю Мне Богатства Твои Ненадобны Богатства Дело Наживное А Открой Ты Мне Своё Горе Сердешное И Возговорил Тогда Честной Купец Своим Дочерям Родимым Хорошим И Пригожим Не Потерял Я Своего Богатства Великого Она Жил Казны Втрое Вчетверо А Есть У Меня Другая Печаль И Скажу Вам Сундуки Дорожные Железо Макованные Доставал Он Старшей Дочери Золотой Венец Золото Аравийского На Огне Не Горит В Воде Не Ржавеет Сокамнями Самоцветными Достает Гостиниц Средней Дочери Тувалет Хрусталю Восточного Достает Гостиниц Меньшей Дочери Золотой Кувшин С Цветочком Аленьким Старшие Дочери От Радости Рехнулися Унесли Свои Гостиницы В Терема Высокие И Там На Просторе И Медосы Потешалися Только Дочь Меньшая Любимая Увидав Цветочек Аленький Затряслась Вся И Заплакала Точно В сердце Ее Что Ужалило Как Возговорил К ней Отец Таковы Речи Что же Дочь Моя Милая Любимая Не Берешь Ты Своего Цветка Желанного Краша Его Нет На Белом Свете Взяла Дочь Меньшая Цветочек Аленький Ровно Нехотя Целует Руки Отцовы А Сама Плачет Горючими Слезами Скоро Прибежали Дочери Старшие Попытали Они Гостиницы Отцовские И не Могут Опомниться От радости Тогда Сели Сели Они За столы Дубовые За Скатерти Браные За Яства Сахарные За Питья Медвяны Стали Есть Пить Прохлаждаться Ласковыми Речами Утешаться Вечеру Гости Понаехали И Стал Дом У Купца Полнеханек Дорогих Гостей Сродников Угодников Прихлебателей До Полуночи Беседа Продолжалась И Таков Был Вечерний Пир Какого Честной Купец У себя В дому Не Видывал И Откуда Что Бралось Не Мог Догадаться Он Да И Все Там Удивовались И Посуда Золотой Да Серебряный И Кушанье Диковинных Каких Никогда В дому Не Видывали За Утро Позвал К себе Купец Старшую Дочь Рассказал Ей Все Что С ним Приключилось Все От Слова До Слова И Спросил Хочет Ли Она Избавить Его От Смерти Лютой И Поехать Жить К Зверю Лесному Чуду Морскому Старшая Дочь Наотрез Отказалася И Говорит Пусть Та Дочь И Выручает Отца Для Кого Он Доставал Оленький Цветочек Позвал Позвал Оленький Цветочек Позвал Честной Купец Меньшую Дочь И Стал Ей Все Рассказывать Все От Слова До Слова И Не Успел Кончить Речи Своей Как Стала Перед Ним На Колени Дочь Меньшая Любимая И Сказала Благослови Меня Государь Мой Батюшка Родимый Я Поеду К зверю Лесному Чуду Морскому И Стану Жить У него Для Меня Достал Ты Аленький Цветочек И Мне Надо Выручить Тебя Залился Слезами Честной Купец Обнял Он Свою Меньшую Дочь Любимую И Говорит Ей Таковы Слова Дочь Моя Милая Хорошая Пригожая Меньшая И Любимая Да Будет Над Тобою Мое Благословение Родительское Что Выручаешь Ты Своего Отца От Смерти Лютой И По Доброй Воле Своей И Хотенью Идешь На Житье Противное К Страшному Зверю Лесному Чуду Морскому Будешь Жить Ты У него Во Дворце В Богатстве И Приволье Великом Да Где Тот Дворец Никто Не Знает Не Ведает И Нет К Нему Дороги Ни Конному Ни Пешему Ни Зверю Прыскучему Ни Птице Перелетной Не Будет Нам От Тебя Ни Слуха Ни Весточки А Тебе От Тебе Нас И Подавно Сударь Тебе С С Дочерью Меньшую Любимую Он Целует Милует Ее Горючими Слезами Обливается И Кладет На Нее Крестное Благословение Своё Родительское Вынимает Он Перстень Зверя Леснова Чудо Морского Из Ларца Кованого Надевает Перстень На Правый Мизинец Меньшой Любимой Дочери И Не Стало Ее В Ту Же Минуточку Со Всеми Ее Пожитками Очутилась Она Во Дворце Зверя Леснова Чудо Морского Во Палатах Высоких Каменных На Кровати Из Резного Золота Со Ножками Хрустальными На Пуховике Пухоли Бяжьего Покрытым Золотой Камкой Словно Она И с места Не сходила Ровно Она Целый Век Тут Жила Ровно Легла Почевать Да Проснулась Заиграла Музыка Согласная Какой Отродясь Она Не Слыхивала Встала Она Со Постели Пуховой И видит Что все Ее Пожидки И цветочек Аленький В кувшине Позолоченном Тут же Стоят Раскладены И расставлены На столах Зеленых Малахита Медного И что В той Палате Много 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 Добра И скарба Всякого Есть На чем Посидеть Полежать Есть Во что Приодеться Есть Во что Посмотреться И И И была Одна Стена Вся Зеркальная А Другая Стена Золоченая А Третья Стена Вся Серебряная А Четвертая Стена Из Кости Слоновой Мамонтовой Самоцветными Яхонтами Вся Разубранная И Подумала Она Должно Быть Это Моя Почивальня Захотелось Ей Осмотреть Весь Дворец И Пошла Она Осматривать Все Его Палаты Высокие И Ходила Она Немало Времени На Все Диковинки Любуючись Одна Палата Была Краша Другой И Все Краша Того Как Рассказывал Честной Купец Государю Батюшка Родимой Взяла Она Из Кувшина Золоченого Любимый Цветоч Каленьки Сошла Она В зеленые Сады И Запели Ей Птицы Свои Песни Райские А Деревья Кусты И Цветы Замахали Своими Верхушками И Ровно Пред Ней Преклонились Выше Забили Фонтаны Воды И Громче Зашумели Ключи Родниковые И Нашла Она То Место Высокое Пригорок Муравчатый На котором Сорвал Честной Купец Цветочек Аленький Краши Которого Нет На белом Свете И Вынула Она Тот Аленький Цветочек Из Кувшина Золоченого И Хотела Посадить На место Прежнее Но Сам Он Вылетел Из Рук Ее И Прирос К стеблю Прежнему И Расцвел Краши Прежнего Подивилась Она Такому Чуду Чудному Диву Дивному Порадовалась Своему Цветочку Аленькому Заветному И Пошла Назад В Палаты Свои Дворцовые И В Одно Из Них Стоит Стол Накрыт И Только Она Подумала Видно Зверь Лесной Чудо Морское На Меня Не Гневается И Будет Он Ко Мне Господин Милостивый Как На Белой Мраморной Стене Появились Словеса Огненные Не Господин Я Твой А Послушный Раб Ты Моя Госпожа И Все Что Тебе Пожелается Все Что Тебе На Ум Придет И Сполнять Я Буду С Охотою Прочитала Она Словеса Огненные И Пропали Они Со Стены Белой Мраморной Как Будто Их Никогда Не Бывало Там И Вспала Ей На Мысли Написать Письмо К Своему Родителю И Дать Ему О Себе Весточку Не Успела Она О Том Подумать И Перед Нею Бумага Лежит Золотое Перо С Письмо К Своему Батюшке Родимому И Сестрицам Своим Любезным Не Плачьте Обо Мне Не Горюйте Я Живу Во дворце У зверя лесного Чудо Морского Как Королевишна Самого Его Не Вижу И Не Слышу А Пишет Он Ко Мне На Стене Беломраморной С Ловесами Огненными И Знает Он Все Что У Меня На Мысли И В Ту же Минуту Все И Не Хочет Он Называться Господином Моим А Меня Называет Госпожой Своей Не Успела Она Письмо Написать И Печатью Припечатать Как Пропало Письмо Из рук Из глаз Ее Словно Его Тут И Не Было Заиграла Музыка Пуще Прежнего На Столе Явились Яства Сахарные Питья Медвяные Вся Посуда Золота Червоного Села Она За стол Веселехонька Хотя Сроду Не Обедала Одна Одинешенька Ела Она Пила Прохлаждалась Музыкою Забавлялась После Обеда Накушавшись Она Опочевать Легла Заиграла Музыка Потише И Подальше По той Причине Чтоб Ей Спать Не Мешать После Сна Встала Она Веселешенька И пошла Опять Гулять По Садам Зеленым Потому Что Не Успела Она До Обеда Обходить И Половины Их Наглядеться На Все Их Диковинки Все Деревья Кусты И Цветы Перед Дней Дней Преклонялися А Спелые Плоды Груши Персики И Наливные Яблочки Сами В рот Лезли Походив Времени Малые Почитай Вплоть До Вечера Воротилась Она Во свои Палаты Высокие И Видит Она Стол Накрыт И На Столе Яства Стоят Сахарные И Питья Медвяные И Все Отменные После Ужина Вошла Она В ту Палату Беломраморную Где Читала Она На Стене Словеса Огненные И Видит Она На Той Же Стене Опять Такие Же Словеса Огненные Довольно Ли Госпожа Моя Своими Садами И Палатами Угощением И Прислугою И Возговорила Голосом Радостным Молодая Дочь Купецкая Красавица Писаная Не Зови ты Меня Госпожой Своей А Будь Ты Всегда Мой Добрый Господин Ласковый И Милостивый Я Я Воли Твоей Никогда Не Выступлю Благодарствую Тебя За Все Твое Угощение Лучше Твоих Палат Высоких И Твоих Зеленых Садов Не Найти На Белом Свете То И Как Же Мне Довольною Не Быть Я Отродясь Таких Чудес Не Видывала Я От Такого Дива Еще В Себя Не Приду Только И Боюсь Я Во всех Твоих Палатах Высоких Нет Ни Души Человеческой Появились И На Стене Словеса Огненные Не Бойся Моя Госпожа Прекрасная Не Будешь Ты Почевать Одна Дожидается Тебя Твоя Девушка Синная Верная И Любимая И Много В Палатах Душ Человеческих А Только Ты Их Не Видишь И Не Слышишь И Все Они Вместе Со Мною Берегут Тебя И День И Ночь Не Дадим Мы На Тебя Ветру Венути Не Дадим И Пылинки Сесть И И Пошла Почевать В Почевальню Свою Молодая Дочь Купецкая Красавица Писанная И Видит Стоит У кровати Ее Девушка Синная Верная И Любимая И Стоит Она Чуть От Страха Жива И Обрадовалась Она Госпоже Своей И Целует Она Ее Руки Белые Обнимает Ее Ноги Резвые Госпожа Была Ей Так же Рада Принялась Ее Расспрашивать Про Батюшку Родимого Про Сестрит Своих Старших И Про Всю Свою Прислугу Девичью После Того Принялась Сама Рассказывать Что С Нею В Это Время Приключилось Так И Не Спали Они До Белой Зари Так И Стала Жить Да Поживать Дочь Купецкая Красавица Писаная Всякий День Ей Готовы Наряды Новые Богатые И Убранства Такие Что Цены Им Нет Ни В Сказки Сказать Ни Пером Написать Всякий День Угощенья И Веселья Новые Отменные Катанье Гулянье С Музыкою На Колесницах Без Коней И Уприжи По Темным Лесам А Те Леса Перед И Гладкую И Стала Она Рукоделиями Заниматися Рукоделиями Девичьими Вышивать Ширинки Серебром И Золотом И Низать Бахромы Частым Жемчугом Стала Посылать Подарки Батюшке Родимому А И Самую Богатую Ширинку Подарила Своему Хозяину Ласковому А И Тому Лесному Зверю Чуду Морскому А И Стала Она День Ото Дня Чаще Ходить В залу Беломраморную Говорить Речи Ласковые Своему Хозяину Милостивому И Читать На Стене Его Ответы И Приветы Словесами Огненными Мало Ли Много Ли Тому Времени Прошло Скоро Сказка Сказывается Нескоро Дело Делается Стала Привыкать К своему Житью Бытью Молодая Дочь Купецкой Красавица Писаная Ничему Она Уже Не Девуется Ничего Не Пугается Служат Ей Слуги Невидимые Подают Принимают На Колесницах Без Коней Катают В Музыку Играют И Все Ее Повеления Исполняют И Возлюбила Она Своего Господина Милостивого День Ото Дня И Видела Она Что Недаром Он Зовет Ее Госпожой Своей И Что Любит Он Ее Пуще Самого Себя И Захотелось Ей Его Голоса Послушать И Захотелось С ним Разговор Повести Не Ходя В Палату Беломраморную Не Читая Словесов Огненных Стала Она Его О том Молить И Просить Да Зверь Лесной Чудо Морское Нескоро На Ее Просьбу Соглашается И Спугать Ее Своим Голосом Опасается Упросила Умолила Она Своего Хозяина Ласкового И Не Мог Он Ей Супротивным Быть И Написал Он Ей В Последний Раз На Стене Беломраморной Словесами Огненными Приходи Сегодня Во Зеленый Сад Сядь Во Свою Беседку Любимую Листьями Ветками Цветами Заплетенную И Скажи Так Говори Со Мной Мой Верный Раб И Мало Спустя Времечко Побежала Молодая Дочь Купецкая Красавица Писаная Во Сады Зеленые Входила Во Беседку Свою Любимую Листьями Ветками Цветами Заплетенную И Садилась На Скамью Порчевую И Говорит Она Задыхающись Бьется Сердечко У ней Как У Пташки Пойманной Говорит Таковые Слова Не Бойся Ты Господин Мой Добрый Ласковый Испугать Меня Своим Голосом После Всех Твоих Милостей Не Убоюсь Я И Рева Звериного Говори Со Мной Не Опасаючись И Услышала Она Ровно Кто Вздохнул За Беседкою И Раздался Голос Страшный Дикий Язычный Хриплый И Сиплый Да И То Говорил Он Еще В Пол Голоса Вздрогнула Сначала Молодая Дочь Купецкая Красавица Писаная Услыхав Голос Зверя Лесного Чуда Морского Только Со Страхом Своим Совладала И Виду Что Испугалась Не Показала И Скоро Слова Его Ласковые И Приветливые Речи Умные И Разумные Стала Слушать Она И Заслушалась И Стала У Ней На Сердце Радостно С Той Поры С Того Времечка Пошли У них Разговоры Почитает Целый День Во Зеленом Саду На Гуляниях Во Темных Лесах На Катаниях И Во Всех Палатах Высоких Только Спросит Молодая Дочь Купецкая Красавица Писаная Здесь Ли Ты Мой Добрый Любимый Господин Отвечает Лесной Зверь Чудо Морское Здесь Госпожа Моя Прекрасная Твой Верный Раб Неизменный Друг И Не Пугается Она Его Голосы Дикого И Страшного И Пойдут У них Речи Ласковые Что Конца Им Нет Прошло Мало Ли Много Ли Времени Скоро Сказка Сказывается Нескоро Дело Делается Захотелось Молодой Дочери Купецкой Красавице Писаной Увидеть Своими Глазами Зверя Леснова Чудо Морского И Стала Она Его О том Просить И Молить Долго Он На то Не Соглашается Испугать Ее Опасается Да И Был Он Такое Страшилище Что Не В Сказке Сказать Не Пером Написать Не Только Люди Звери Дикие Его Завсегда Устрашалися И В Свои Берлоги Разбегалися И Говорит Зверь Лесной Чудо Морское Таковы Слова Не Проси Не Моли Ты Меня Госпожа Моя Распрекрасная Красавица Ненаглядная Чтобы Показал Я Тебе Своё Лицо Противное Своё Тело Безобразное Голосу Моему Привыкла Ты Мы Живём С тобой В Дружбе Согласии Друг С Другом Почитай Не Разлучаемся И Любишь Ты Меня За Мою Любовь К Тебе Несказанную А Увиди Меня Страшного И Противного Возненавидишь Ты Меня Несчастного Прогонишь Ты Меня С Глаз Долой А В Разлуке С Тобой Я Умру С Тоски Не Слушала Таких Речей Молодая Купецкая Дочь Красавица Писаная И Стала Молить Пуще Прежнего Клясся Что Никакого На Свете Страшилища Не И И Что Не Разлюбит Она Своего Господина Милостивого И Говорит Ему Таковые Слова Если Ты Стар Человек Будь Мне Дедушка Если Середович Будь Мне Дядюшка Если Же Молод Ты Будь Мне Названный Брат И Поколь Я Жива Будь Мне Сердечный Друг Долго Долго Лесной Зверь Чудо Морское Не Поддавался На Такие Слова Да Не Мог Просьбам И Слезам Своей Красавицы Супротивным Быть И Говорит Ей Такого Слова Не Могу Я Тебе Супротивным Быть По Той Причине Что Люблю Тебя Пуще Самого Себя Исполню Я Твое Желание Хотя Знаю Что Погублю Мое Счастье И Умру Смертью Безвременной Безвременной Приходи В Зеленый Сад В Сумерки Серые Когда Сядет За лес Солнышко Красное И Скажи Покажись Мне Верный Друг И Покажу Я Тебе Своё Лицо Противное Своё Тело Безобразное А Коли Станет Невмоготу Тебе Больше У меня Оставаться Не Хочу Я Твоей Неволи И Муки Вечной Ты Найдёшь В опочивальне Своей У себя Под Подушкою Мой Золотой Перстень Надень Его На Правый Мизинец И Очутишься Ты У Батюшки Родимого И Ничего Обо Мне Николи Не Услышишь Не Убоялась Не Устрашилась Крепко На себя Понадеялась Молодая Дочь Купецкая Красавица Писаная В те Поры Не мешкая Ни Минуточки Пошла Новозелёный Сад Дожидатись Часа Урочного И Когда Пришли Сумерки Серые Опустилась За лес Солнышко Красное Проговорила Она Покажись Мне Мой Верный Друг И Показался Ей Издали Зверь Лесной Чудо Морское Он Прошёл Только Поперёк Дороги И Пропал В частых Кустах И Не Взвидела Света Молодая Дочь Купецкая Красавица Писаная Всплеснула Руками Белыми Закричала Истошным Голосом И Упала На дорогу Без Памяти Да И Страшен Был Зверь Лесной Чудо Морское Руки Кривые На Руках Когти Звериные Ноги Лошадиные Спереди И Сзади Горбы Великие Верблюжие Весь Мохнатый Отверху Донизу Изо Рта Торчали Кабаньи Клыки Нос Крючком Как У Беркута А глаза Были Савиные Пролежавши Долго ли Мало ли Времени Опамятовалась Молодая Дочь Купецкая Красавица Писаная И Слышит Плачет Кто-то Возле Нее Горючими Слезами Обливается И говорит Голосом Жалостным Погуби Погубила Ты Меня Моя Красавица Возлюбленная Не Видать Мне Больше Твоего Лица Рас Прекрасного Не Захочешь Ты Меня Даже Слышать И И Пришло Мне Умереть Смертью Безвременною И Стало Ей Жалко И Совестно И Совладала Она Со Своим Страхом Великим И Со Своим Сердцем Робким Девичьим И Заговорила Она Голосом Твердым Нет Не Бойся Ничего Мой Господин Добрый И Ласковый Не И 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 Больше Твоего Вида Страшного Не Разлучусь Я С Тобой Не Забуду Твоих Милостей Покажись Мне Теперь Же В Своем Виде Давешним Я Только Впервые Испугалась Показался Ей Лесной Зверь Чудо Морское В Своем Виде Страшном Противном Безобразном Только Близко Подойти К ней Не Осмелился Сколько Она Не Звала Его Гуляли Они До Ночи Темной И Вели Беседы Прежние Ласковые Разумные И Не Чуяла Никакого Страха Молодая Дочь Купецкая Красавица Писаная На Другой День Увидала Она Зверя Леснова Чудо Морское При Свете Солнышка Красного И Хотя Сначала Разглядя Его И Испугалась А Виду Не Показала И Скоро Страх Ее Совсем Прошел Тут Пошли У них Беседы Пуще Прежнего День День Ской Почитай Не Разлучалися За Обедом И Ужином Яствами Сахар Насыщалися Питьями Медвянами Прохлаждалися Гуляли По Зеленым Садам Без Коней Катались По Темным Лесам И Прошло Тому Немало Времени Скоро Сказка Сказывается Не Скоро Дело Делается Вот Однажды И Привиделось Во сне Молодой Купецкой Дочери Красавице Писаной Что Батюшка Ее Нездоров Лежит И Напала На Нее Тоска Неусыпная И Увидал Ее В той Тоске И Слезах Зверь Лесной Чудо Морское И Сильно Закручинился И Стал Спрашивать Отчего Она Во тоске Во слезах Рассказала Она Ему Свой Недобрый Сон И Стала Просить У Него Позволения Повидать Своего Батюшку Родимого И Сестрит Своих Любезных И Возговорил К ней Зверь Лесной Чудо Морское И Зачем Тебе Мое Позволение Золот Перстень Мой У тебя Лежит Надень Его На Правый Мизинец И Очутишься В дому У Батюшки Родимого Оставайся У него Пока Не Соскучишься А И Только Я Скажу Тебе Коли Ты Ровно Через Три Дня И Три Ночи Не Воротишься То Не Будет Меня На Белом Свете И Умру Я Тою Же Минутою По Той Причине Что Люблю Тебя Больше Чем Самого Себя И Жить Без Тебя Не Могу Стала Она Заверять Словами Заветными И Клятвами Что Ровно За Час До Трех Дней И Трех Ночей Воротится Во Палаты Его Хозяином Своим Ласковым И Милостивым Надела На Правый Мизинец Золот Перстень И Очутилась На Широком Доре Честного Купца Своего Батюшки Родимого Идет Она На Высокое Крыльцо Его Палат Каменных Набежала К ней Прислуга И Челядь Дворовая Подняли Шум И Крик Прибежали Сестрицы Любезные И Увидевшие Ее Диву Дались Красоте Ее Девичьей И Ее Наряду Царскому Королевскому Подхватили Ее Под руки Белые И Повели К Батюшке Родимому А Батюшка Нездоров Лежал Нездоров И Нерадостен День И Ночь Ее Вспоминаючи Горючими Слезами Обливаючись И Не Вспомнился Он От Радости Увидавши Свою Дочь Милую Хорошую Пригожую Меньшую Любимую И Дивился Он Красоте Ее Девичьей Ее Наряду Царскому Королевскому Долго Они Целовались Миловались Ласковыми Речами Утешались Рассказала Она Своему Батюшке Родимому И Своим Сестрам Старшим Любезным Про Своё Житье Бытье Узверили Снова Чудо Морского Все От Слова До Слова Никакой Крохи Не Скрываючи И Возвеселился Честной Купец Ее Житью Богатому Царскому Королевскому И Дивился Как Она Привыкла Смотреть На Своего Хозяина Страшного И Не Боится Зверили Снова Чуда Морского Сам Он Об Нем Вспоминаючи Дрожкой Дрожал Сестрам же Старшим Слушая Про Богатство Несметной Меньшой Сестры И Про Власть Ее Царскую Над Своим Господином Словно Над Робом Своим Инда Завистна Стала День Проходит Как Единый Час Другой День Проходит Как Минуточка А на Третий День Стали Уговаривать Меньшую Сестру Сестры Старшие Чтоб Не Ворочалась Она К Зверю Лесному Чуду Морскому Пусть Диоколеет Туда И Дорога Ему И Прогневалась На Сестер Старших Дорогая Гостья Меньшая Сестра И Сказала Им Таковы Слова Если Я Моему Господину Доброму И Ласковому За Все Его Милости И Любовь Горячую Несказанную Заплачу Его Смертью Лютою То Не Буду Я Стоит Того Чтобы Мне На Белом Свете Жить И Стоит Меня Тогда Отдать Диким Зверям На Растерзание И Отец Ее Честной Купец Похвалил Ее За Такие Речи Хорошие И Было Положено Чтобы До Срока Ровно За Час Воротилась К Зверю Лесному Чуду Морскому Дочь Хорошая Пригожая Меньшая Любимая А Сестрам То В Досаду Было И Задумали Они Дело Дело Хитрое И Недоброе Взяли Они Да Все Часы В Доме Целом Часом Назад Поставили И Не Ведал Того Честной Купец И Вся Его Прислуга Челядь Дворовая И Когда Пришел Настоящий Час Стало У Молодой Купецкой Дочери Красавицы Писаной Сердце Болеть И Щемить Ровно Стало Что-нибудь Подмывать Ее И Смотрит Она То и Дело На Часы Отцовские Аглицкие Немецкие А Все Рано Ей Пускаться В дальний Путь А Сестры С ней Разговаривают А Том Сем Распрашивают Позадерживают Однако Сердце Ее Не Вытерпело Простилась Дочь Меньшая Любимая Красавица Писаная Со Честным Купцом Батюшкой Родимым Приняла От него Благословение Родительское Простилась Сестрами Старшими Любезными Со Прислугою Верную Челядью Дворовую И Не Дождавшись Единой Минуточки До Очутилась Во дворце Белокаменном Во палатах Высоких Зверили Снова Чудо Морского И Дивуючись Что Он Ее Не Встречает Закричала Она Громким Голосом Где Же Ты Мой Добрый Господин Мой Верный Друг Что Же Ты Меня Не Встречаешь Я Воротилась Раньше Срока Назначенного Целым Часом С Минуточкой Не Ответа Ни привета Не Было Тишина Стояла Мертвая В Зеленых Садах Птицы Не Пели Песни Райские Не Били Фонтаны Воды И Не Шумели Ключи Родниковы Не Играла Музыка Во Палатах Высоких Дрогнуло Сердечко У Купецкой Дочери Красавицы Писаной Почуяла Она Нечто Недоброе Обижала Она Палаты Высокие Сады Зеленые Звала Азычным Голосом Своего Хозяина Доброго Нет Нигде Ни Ответа Ни Привета И Никакого Глаза Послушания Побежала Побежала Она На Пригорок Муравчатый Где Рос Красовался Ее Любимый Цветочек Аленький И Видит Она Что Лесной Зверь Чудо Морское Лежит На Пригорке Обхватив Аленький Цветочек Своими Лапами Безобразными И Показалось Ей Что Заснул Он Ее Дожидаючись И Спит Теперь Крепким Сном Начала Его Будить Потихоньку Дочь Купецкая Красавица Писаная Он Не Слышит Принялась Будить Покрепче Схватила Его За Лапу Мохнатую И Видит Что Зверь Лесной Чудо Морское Бездыханин Мертв Лежит Помутились Ее Очи Ясные Подкосились Ноги Резвые Пала Она На Колени Обняла Руками Белыми Голову Своего Господина Доброго Голову Безобразную И Противную И Завопила Истошным Голосом Ты Встань Пробудись Мой Сердечный Друг Я Люблю Тебя Как Жениха Желанного И Только Таковы Слова Она Вымолвила Как Заблестели Молнии Со всех Сторон Ударила Громова Стрела Каменная В Пригорок Муравчатый И Упала Без Памяти Молодая Дочь Купецкая Красавица Писаная Много Ли Мало Ли Времени Лежала Она Без Памяти Не Ведаю Только Очнувшись Видит Она Себя Во Палате Высокой Беломраморной Сидит Она На Золотом Престоле С Окаменьями Драгоценными И Обнимает Ее Принц Молодой Красавец Писанный На Голове С Окороною Царскою В Одежде Златакованной Перед Ним Стоит Отец С С Сестрами А Кругом На Коленях Стоит Свита Великая Все Одеты В Парчах Золотых Серебряных И Возговорил К ней Молодой Принц Красавец Писанный На Голове С Короною Царскою Полюбила Ты Меня Красавица Ненаглядная В Образе Чудище Безобразного За Мою Добрую Душу И Любовь К Тебе Полюби Жи Меня Теперь В Образе Человеческом Будь Моей Невестой Желанною Злая Волшебница Прогневалась На Моего Родителя Покойного Короля Славного И Могучего Украла Меня Еще Малолетнего Обратила Меня В Чудище Страшное И Наложила Таковое Заклятие Чтобы Жить Мне В Таковом Виде Безобразном Противном И Страшном Для Всякого Человека Для Всякой Твари Божией Пока Найдется Красная Девица Какого Бы Роду И Звания Не Была Она И Полюбит Меня В Образе Страшилища И Пожелает Быть Моей Женой Законною И Тогда Колдовство Все Покончится И Стану Я Опять По-прежнему Человеком Молодым И Пригожим И Жил Я Таковым Страшилищем И Пугалом Ровно Тридцать Лет И Залучал Я В Мой Дворец Заколдованный Одиннадцать Девиц Красных А Ты Была Двенадцатая Ни Одна Не Полюбила Меня За Мои Ласки И Угождения За Мою Душу Добрую Ты Одна Полюбила Меня Чудище Противное И Безобразное За За мою душу Добрую За Любовь Мою К тебе Несказанную И Будешь Ты Зато Женою Короля Славного Королевою В царстве Могучем Тогда Все Тому Подивилися Свита До земли Поклонилась Честной Купец Дал Своё Благословение Дочери Меньшой Любимой И Молодому Принцу Королевичу И Поздравили Жениха С Невестою Сёстры Старшие Зависные И Всеслуги Верные Бояре Великие И Кавалеры Ратные И Немало Немедля Принялись Весёлым Перком Да За свадебку И Стали Жить Да Поживать Добра Наживать Я Сама Там Была Пиво Мёд Пила По усам Текло Да В рот Не Попало Продолжение следует...